Приветствую вас, друзья! Вот и очередной выпуск «Будни Уолл-Стрит». Не всегда удается нам попасть ровно в две недели, иногда на это уходит чуть больше. Причина, как всегда, завал с отчетами, а их много. Россия, точнее Америка отчиталась, тут начинает отчитываться Европа, Россия, ну и по 2-3 отчета в день. Поэтому мы последний месяц наибольшее внимание уделяли именно российским компаниям. Поэтому сейчас отчетный период в России подходит к концу, и мы снова будем смотреть за Америкой очень и очень пристально. Сегодня мы посмотрим парочку IPO, посмотрим, что интересного на горизонте еще появилось, ну и проследим за компаниями, которые есть у нас с вами в портфеле. Но на всякий случай напомню, что 28 марта, то есть уже буквально скоро, у нас будет наш стратегический вебинар. Правда, по российским акциям. Если вы хотите немножко узнать о своих акциях, пройтись по секторам, узнать, что есть хорошего, записывайтесь, увидимся уже там. Ну а мы с вами начинаем. Начнем, конечно же, с нашего любимого S&P 500, который с момента нашего последнего выпуска, в принципе, не так-то и сильно куда-то и вырос, и болтается последний месяц в диапазоне 2%, то есть туда-сюда. Слава богу, они не растут, потому что, честно говоря, вы уже знаете мою позицию, я ненавижу, когда рынки растут. Вот ненавижу. Причина простая. Приходится покупать акции дороже. Зачем нам это с вами делать? Логично? Логично. Поэтому, когда рынок падает, мы всегда этому рады. Буквально в пятницу вроде S&P начал такую молниеносную атаку вниз, но тут же все выкупили и обгадили всю идею падения. Поэтому смотреть здесь особо нечего. Эти негодяи стоят не так далеко от своих исторических максимумов. Вот я сейчас смотрю на свой портфель. Видите, 5% всего лишь от исторических максимумов. Я сейчас смотрю на свой портфель акций американских компаний. Он вырос существенно, вырос с начала года, но вы сами видите, какой ралли. И мне не очень приятно видеть эти прибыли. Хотелось бы увидеть точно такой же убыток. В этом случае акции были бы гораздо ниже и мы могли бы потратить часть наших облигаций, чтобы все это скупить, но, к сожалению, нет. Да еще и пришел дядя Федя, дядя Федя Пауэлл, Федор Павлович и сказал, что, ребята, ставки повышать не будем. И наша мечта, голубая мечта вложиться в американский долг под 5%. Фиаско, фиаско. То есть все, мы не сможем этого походу в ближайшие годы сделать. Фед сказал, что всего хорошего. Мы сворачиваем пока временно наши активные продажи с казначейских, хотел сказать, облигаций, которые у них на балансе. Ставки, они будут теперь on hold на удержание. Может быть, в 2020 году увеличат, они сказали. Но буквально вчера я выкладывал график в нашей группе. Народ уже не просто думает, что ставки будут повышать. В 2020 году уже, согласно опросу аналитиков, вероятность снижения ставок в 2019 году выросла до 60%. То есть 6 из 10 аналитиков вообще думают, что в 2019 году еще и могут и срезать ставку. На этом фоне, естественно, по всему миру теперь ставки падают. Это как бы хорошо, потому что компаниям не нужно тратить большие деньги на поддержание своих штанов. Потому что явно набрали все очень много. И поэтому индексы у нас вверху. Потому что вроде как все хорошо. Но с другой стороны, вы понимаете, когда ставки опускают, в экономиках стран не очень-то все и хорошо. Поэтому у нас двоякая ситуация. Вроде как ставки упали и как бы бизнес стал дышать легче. Но он не стал дышать легче, не станет дышать легче, если экономика начнет падать. Вот и все. Ну и самое, конечно, плохое. Вот запомните, самое плохое, что может случиться с вашими акциями, это не ставки вверх-вниз и так далее. Это если инфляция вдруг в США или в еврозоне куда-то устремится вверх. Потому что в этом случае Центробанк единственное, что сможет сделать, это резко повышать ставки. А как вы понимаете, это убьет всю экономику. Поэтому дай бог, чтобы не случилось инфляции долларовый или евровый. Но пока мы видим, что в этом плане все хорошо. Золотишко наше любимое на этом фоне последних дней чуть-чуть подрастает. Находится вблизи максимальных значений этого года. Здесь все хорошо, мы плавненько ежемесячно часть нашей зарплаты берем, отмусоливаем и кладем в золотые депозиты. Чтобы не дай бог, не дай бог. Вот, поэтому по экономике вроде все вот как-то так шатковалка. То есть куда-то взобрались, стоим, не знаем, куда дальше идти. То есть расти не хотят бояться, падать не хотят, потому что вроде экономика еще не рухнула. Но это в итоге вот такое болото у нас сейчас и есть. Поэтому единственное, что нам приходится, это подбирать какие-то особо упавшие бумаги. Сегодня как раз мы о них и поговорим. Итак, давайте начнем с интересного. Конечно же у нас впереди прошло одно IPO интересной компании, впереди IPO другой компании. Это аналог Яндекс.Такси. Называется, ну, наверное, по-русски правильно, по-русски будет лифт. Да, вот так вот лифт. Лифт заявил о том, что он хочет провести IPO. Впереди Uber встрельнул. То есть Uber пока вот это огромная махина Uber, которая оценивается в 100 миллиардов долларов, пока там вправо-влево. Вот тут такой маленький лифт со своей 25 миллиардов капитализации потенциальной. Бам-бам-бам. И всех обогнал и выходит на финишную прямую. Что же такое лифт? Вот у них я нашел единственное что-то. Это roadshow их, где они показывают еще что-то такое. То есть я буквально пару красивых моментов покажу. Значит, лифт, вот этот лифт, они занимаются не только автомобилями, там еще скутеры, по-моему, велобайки и так далее. Ну, все, я думаю, вы уже сто раз пользовались либо лифтом, если вы живете в Соединенных Штатах Америки, или Канаде. Ну, больше нигде эта компания не представлена. В общем, традиционно, кар, хотел сказать, шеринг, ну, все, все простая модель. Значит, хотят продаться, хотят получить много денег. В них вложили монстры американского венчурного инвестирования. Хотят обкэшить, наконец-таки. Тем более, скорее всего, цикл в Америке подходит к концу. Нужно быстрее деньги вытаскивать. Вот, и они пытаются обкэшить. Естественно, обкэшить они хотят об нас с вами, да, то есть, чтобы мы понесли им денежки, чтобы они ушли вовремя, смылись, продав нам компанию в 10, оцененной в 10 выручек, да. Значит, что это за компания? Что вы понимали, выпустят сейчас, видите, 30 будет миллионов акций, хотят продать где-то по 62-68 долларов за бумажку. 62-68 за бумажку, это где-то 25 миллиардов долларов. А что это за компания такая? Ну, если совсем вкратце, выручка каждый год растет, мы видим, там плюс 200% было в 2017 году, плюс 100% в 2018 году было. Но помимо роста выручки у них также растут и убытки. Если вы посмотрите в 2018 году, так называемая EBITDA, ну, у них там особо интереса и нету, и амортизации тоже нету, поэтому можно сказать, что это прибыль, да, так вот, такая квазиприбыль. Мы видим, что минус почти миллиард. Вот, почти минус миллиард, то есть компания, которая дает вам минус миллиард, то есть сжигает ваши деньги, правда у нее якобы растет выручка, но знаете, можно продавать 1 доллар за 50 центов. Я думаю, желающих вам налить там и триллион долларов найдется много, то есть вы продаете доллар за 50 центов, рапортуете, что каждый год вы продаете все больше и больше долларов, да, но при этом у вас убытки как бы все больше и растут. Вот, вот, компания Lyft, это примерно такой же пример, как можно сжигать деньги. Ну, дай бог, если повезет, они когда-нибудь выплывут из всего этого. Ну, вот мы видим, что количество активных ездоков растет, вот, выручка на активного ездока тоже растет, но это, по сути, акционерам ничего не дает. Вот, знаете, вся суть вот этих всех IPO, это найти дурака, которому можно будет продать эту бумагу дороже, вот и все. То есть не денежный поток иметь, да, а именно найти дурака, которому можно это все втулить. Вот, давайте помните, мы с вами смотрели в свое время компанию Snap, а в прошлом году, да, уже сколько прошло, да, уже 2017 год, да, уже 2 года назад мы тоже разбирали это IPO. Вот, они продали за 40 выручек свою контору, за 40, то есть эти ребята из Lyft еще как бы с милостью велись, за десяточку продают. Те продавали за 40, то есть 24 доллара стоила бумага, ну, естественно, в первый день был движение вверх, 20% по Snapchat, потом все это, в конце концов, вот, к концу 2018 года рухнуло на 80%, ну, как бы, ничего, нормально, бэнкинг по-американски. Вспоминаем еще компанию Twitter, которая размещалась, но она размещалась чуть-чуть дальше, в 2013 году, что ли, да, в конце 2013 года, тоже рванули вверх, все чудесно, но потом все это в моменте рухнуло на 70% и вот сейчас где-то болтается на, сколько, на 24% ниже IPO. Вот, единственное, наверное, такое для меня исключение из крупных компаний, это компания Facebook, не считая Google, да, потому что здесь все-таки платформа была действительно уникальная. И вот здесь даже они в моменте сначала гэпанули на 30, потом бумагу катали на 50%, то есть Facebook на 50% после IPO и только после этого со временем она пошла наверх и действительно дала 400% в текущему моменту своим акционерам. То есть сначала мы видим традиционный такой паттерн, то есть открывается и движение вверх, соответственно, покупают те, кто там хорошо маркетологи их обработали, ну, как Apple любит делать, то есть они маркетинга обработанные, народ бежит, покупает, плюс покупают спекулянты, потому что знают, что другие спекулянты и купят это еще дороже. Потом все это рушится и потом, если компания действительно хорошая, она начинает что-то делать, справляется с ситуацией, то все это растет. Ну, GoPro, не забываем, да, есть такая компания GoPro, вот, пожалуйста, еще одно IPO, что случилось? Значит, они стартанули, молодцы, прямо рванули очень хорошо, сделали 200% с IPO, ну и сейчас с момента IPO компания минус 80%, да. То есть будьте аккуратны, если вы вкладываете в подобные вещи деньги свои, скорее всего, мы увидим по ней тоже движуха вверх будет, потом, скорее всего, овал и потом неизвестно что. Значит, еще одно IPO, которое прошло, это компания ваша любимая, наверняка выносите ее каждый день на работу, компания Levi или Levi, Levi, как называете? Компания называется, на самом деле, Levi Strauss или Strauss, вот, как по-немецки, потому что фамилия немецкая, очевидно, но работать в Америке, значит, наверное, Strauss, да, будет. Значит, что это за конторка? Значит, конторка джинсовая, как вы поняли, они сделали IPO. В первый день торгов было движение 34% вверх, ну, то есть классика жанра, да, вот тут даже не видно, давайте откроем, всего лишь пару дней торгуется, откроем часовой график. То есть бумага разместилась, по-моему, по 17 долларов, в моменте они рванули, то есть 17 аж вот сюда, до 23 кто-то потарил. Мне кажется, лучше бы они купили себе новые джинсы, чем акции по 23 доллара, вот, и бумага сейчас торгуется где-то в районе 22 долларов. Соответственно, получается, что у компании P&E, ну, опять же, тут как 20, да, то есть P&E 20. Заслуживает ли этой компания P&E 20? Давайте просто глянем с вами. Выручка, выручка растет действительно каждый год, очень так неплохо, было 4,5 миллиарда, потом 4,9, 5,5, то есть прибавили за 2 года 1 миллиард, это прилично, да, то есть больше 20% выручки прибавили, молодцы. Но, как вы понимаете, IPO не рождается вот так вот, раз и IPO давайте сделаем. Ребята умные, то есть когда, что такое IPO вообще, вот, то есть мыслите с точки зрения тех, кто проводит это IPO, это очень хорошая возможность заработать кучу денег, навешав лапши на уши, то есть вот так это работает. Ну, не всегда, конечно, лапши на уши, но это продаться по хаям, это вот отличная возможность прямо так топ словить. Значит, вы заранее, обычно это идет где-то за пару-тройку лет, вы думаете, так, надо провести IPO, что нужно сделать? Нужно накачать, как индейку, не знаю, там, шприцом с воды, потом это все заморозить и вот это продать, да, чтобы оно как можно больше весело. Поэтому, ребята, естественно, заранее, там, в 16-м году, потому что они знали, что эти цифры попадут вот к нам сейчас на стол, да, в вашей любимой поджарочке, и мы это все увидим с вами, мы должны увидеть красивую картинку. И что мы видим? Действительно, выручка растет неплохими темпами и даже gross profit растет, то есть мы видим 2,3, 2,5, 2,9, все нормально здесь. Дальше, что мы видим? Секундочку. Ну, операционный доход растет, все здесь чудесно, все классно, но, если мы посмотрим самую нижнюю часть, называется чистая прибыль, причитающаяся акционерам, да, Штрауса Леви, то мы видим, прибыль даже упала за 3 года. Что они тут нахимичили? Они, скорее всего, нахимичили, вот мы видим, что income before tax, то есть прибыль до налогов, у них действительно, смотрите, как скакануло, то есть 348, бамс 500 стало, бамс 500, прям все чудесно, потому что не было больших списаний, то есть interest expense, другие различные списания по долгу, то есть они постарались вылезать в 2018 год, ну, максимально, сколько это возможно, но и получилось, что они перенесли часть ранее неуплаченных налогов, у них попал на 2018 год, то есть в итоге произошло, там что-то списали, здесь не успели и, ну, как бы прибыль осталась неизменной, то есть прибыль не выросла, ну, ладно, как бы, хрен бы с ней, давайте посмотрим, что получилось у нас с отчетом о движении денежных средств, который более полно отражает, что действительно в компании происходит. Если вы посмотрите, так называемый NET cash provided by operating activities, то есть чистый денежный поток от операционной деятельности у нас упал, у нас упал, да, я не стал глубоко разбираться, что туда конкретно, но он упал и, в принципе, мы видим, он болтается, ну, как одно место в болоте, да, в пруду, то есть денежный поток болтается и, ну, чего-то такого я сильно интересного здесь не увидел, вот. Тут у них есть еще показания, сейчас буквально вам покажу, 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 ну, вот она, выручка 14, 15 прибыль, точнее, не прибыль, а у них EBIT на 13, то есть и компания оценивается в 20 ПНЕ. Ну, черт его знает, хочется ли нам брать по 20 ПНЕ производителя джинс, который не платит еще и дивиденды, вот, ну, как-то так, то есть, не знаю, что-то все IPO, которые я вижу, они продаются по хаям, реально по хаям, то есть мы не видим, реально что-то, что можно взять и сказать, что, блин, ребята, это прям крутая штука, и надо брать, слава богу, хоть компания эта прибыль зарабатывает, потому что всовывать инвесторам убыточные предприятия, они уже в Америке научились очень и очень неплохо. Хорошо, идемте дальше. Следующая конторка, за которой мы с вами следим, называется General Electric, если вы помните такую, вот сегодня она плюс 1,4 на премаркете, плюс 1,4 на премаркете. Значит, GM, GE, мы с вами не успели это обработать, видите, как она скаканула, то есть компания с 9,6 скаканула на 11 просто на одной новости, новость выходила следующего содержания, General Electric продала Biofarm свою за 21 миллиард, за 21,5 миллиард долларов компании Danacher, и все чудесно. Значит, что это за новость, почему акция так скаканула, правда, потом это все залили, потому что вышел их глава и опять наболтал лишнего, то есть пообещал, что хрен будет у вас сколько денег, то есть он сказал, что свободный денежный поток будет отрицательный, денег не ждите, то есть вы, точнее, вы-то держитесь, но денег не будет. Вот, на этой новости все это обвалилось опять до 9 долларов, сейчас опять прибежали инвесторы и с удовольствием все это выкупает. Мне вот иногда думается, на них смотрю и думаю, блин, вот что руководит их действиями. И что это значит для компаний, то есть 21,4 миллиарда долларов продать бизнес. Если мы с вами вспомним старый слайд, который был по итогам четвертого квартала, то вы увидите, что у General Electric долг, так называемый индустриальный долг, прошу не путать с общим долгом, куда включается General Electric Capital, потому что это отдельная банковская деятельность, там по-другому считается долг. Вот именно индустриальный долг у компании 55 миллиардов, из которых 21 пенсионный, мы в прошлый раз разбирались с вами. И вы видите, что если они загасят 21, сейчас из головы вылетает, 21,4 миллиарда долларов, то практически 40% своего долга они погасят. И это очень существенно, это очень существенно, 21,4 миллиарда будет погашено. Для компании это круто, поэтому скачок был, на мой взгляд, достаточно оправданный. Правда, вышел потом еще их, скажем так, к стратегии на 2019-2020 годы, там они сказали, что денежные потоки все равно не особо улучшаются, то есть у них действительно проблемы у компаний, проблемы с профитностью, то есть они выручку-то делают, но только не очень хорошие прибыли из этого. Но мы продолжаем следить за General Electric. У меня тут появилась мысль, как можно войти в General Electric по-другому. То есть можно купить сейчас по 10 и ждать море погоды, то есть не получать ни дивидендов, еще и downside risk, то есть если рынок упадет, еще и получить убыточек прикольный. Есть идея, я сейчас на ней иду, обдумываю, купить, продать путы восьмые на General Electric. Они продаются сейчас годовые, по-моему, по доллар. Кстати, надо посмотреть. Продать путы. Ну, как самый худший сценарий, если рынок останется тут же болтаться весь год, или чуть вырастет, или чуть упадет, я, по крайней мере, заработаю неплохие деньги. Давайте просто откроем сейчас годовые путы. Итак, что у нас здесь есть? Если, допустим, взять почти годовые, 300 дней у нас до экспирации, мы видим, что восьмые путы нам дают где-то 50 долларов на каждые 100 акций. То есть если мы возьмем, условно, 100 акций, если мы купим за 800 долларов 100 акций, если по 8 за штуку, то получается 50 долларов делим на 800, то доходность. То есть, грубо говоря, если мы хотим зайти с вами в General Electric по 8, долларов, если дадут, да, если не дадут по 8, самый худший сценарий мы заработаем с вами 6%, чуть больше 6,2% в долларах. Ну, и как бы и хрен с этим General Electric, то есть деньги вложенные. Если General Electric упадет ниже 8, мы, во-первых, с вами заработаем 6,2$ как бы от премии по опционам, плюс нам еще нальют бумагу на 20%, да, на 20% ниже текущего уровня. То есть вообще шикарно. То есть получается у вас такая интересная ситуация, что вы продаете пункт 8, если через год бумага будет выше 8, вы получите 6 годовых. Класс! Если бумага будет, соответственно, ниже 8, вы, во-первых, купите ее дешевле, чем сейчас, да, на 20%, плюс еще 6% вам за ожидания доплатят. Вот. Можно, конечно, Финканьон совсем сделать, то есть нагло взять сейчас, то есть вместо покупки General Electric сейчас по 10 баксов, просто тупо взять и продать пут, да, пут 10-долларовый со страйком 10 долларов и получить сразу 125 долларов на каждые 100 акций, то есть получается этот, ну, считаем, что 100 акций будет по 10 стоить, это 1000 долларов, то есть получить сразу 12,5% годовых, но если бумага будет выше 10, вам ее, как бы, не отдадут. Если бумага будет ниже 10, вы, как бы, и так ее получите, потому что вы, по сути, продали пут на текущем, ну, еще и плюс 12,5% годовых у вас будет в кармане. То есть достаточно интересный, заманчивый момент. Я сейчас раздумываю, может быть, именно таким образом поучаствовать в General Electric, соответственно, у меня вопрос, продать 10-й или продать 8-й, либо вообще не влезать. Я еще подумаю и чуть позже, наверное, в следующей серии мы с вами об этом поговорим. Давайте еще рассмотрим одного бедолагу, это Kraft Heinz. Kraft Heinz чем нам может быть интересен? Значит, про Kraft Heinz буквально парочку слов, мы в прошлый раз его не разбирали. Что такое Kraft Heinz? Это действительно потребительские товары, при том это как Coca-Cola, только в мире, в мире еды, да, можно так сказать. Coca-Cola, Pepsi. Coca-Cola, Pepsi мы купить с вами не можем, потому что это адово дорогие компании. Мы не можем с вами купить также и McDonald's, потому что это еще более адово дорогая компания. Но перед вами компания Kraft Heinz, которой владеет господин Уоррен Баффет, плюс эта компания еще и с дисконтом продается. Она продается, нам отдают и с дисконтом к, ну, допустим, с последнего отчета бумага обвалилась на 32%. Так, 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 сейчас работает у меня, сработает алерт. Значит, а за последние два года компания рухнула на 66%. То есть, у нас есть лидер мировой по производству еды, очень стабильный, все четко зарабатывает, и при том с дисконтом 60% с прошлого года и 32% за последние два месяца. Что это за контора, я не буду долго ходить, просто покажу. Вот у них большое количество брендов, это, ну, они говорят, типа, самые известные. Нам эти бренды не особо известны в России, потому что мы их не используем. А вот то, что нам известно в России, да, у нас есть отдельно у них Крафт Хайнс, у них есть продукты. И вот если мы посмотрим продукты, которые, допустим, в Россию поставляются, ну, вот здесь, в принципе, это видно. Во-первых, кетчуп, естественно, да, то есть кетчуп Хайнс, я думаю, у многих есть в холодильниках. Это есть Хайнс для детей, есть моя семья соусы разные, есть Пикадор тоже соусы, есть какая-то дрянь, деревенская, яркий вкус. Это маргарин, что ли? О, надеюсь, не маргарин. Так, не содержит жиров же. Надеюсь, это нормальная, а то они же маргарин. Потом различные соусы, приправы, сами с усами, детские продукты и так далее, и так далее. То есть вот то, что продает Крафт Хайнс в России. Если мы откроем то, что продает Крафт Хайнс в США, то есть мы можем видеть, какое количество брендов продается в США. Ну и, чтобы вы понимали, вот есть у них такое производство, производят они вот такую, вот это ужас, да, то есть если вы хотите умереть от закупорки сосудов, да, от расклероза, то как бы вы будете вот это есть, и лет через 30 это случится. Соответственно, чтобы этого не случилось, вот эту гадость, естественно, есть не надо. Значит, как раз в этом-то и проблема Крафт Хайнс, потому что у них достаточно большое количество, они производят еды, которая нездоровая, вот, нездоровая. И, естественно, народ сейчас старается не есть все, что приготовлено в жирах, в масле, там, кипящем и так далее. Поэтому они пытаются как-то трансформироваться, но у них это не очень получается. Сама проблема Крафт Хайнс заключалась в чем? Она заключалась в том, что, когда они объединились, должно было сыграть синергию, должно было стать. И Крафт Хайнс действительно вошел в историю, как один из самых жестких урезателей расходов. То есть, они реально так резали расходы, что другие компании в Америке, во всем мире, которые смотрели на Крафт Хайнс, говорили, ни черта себе, как вы так смогли? То есть, и даже подход Крафт Хайнс к срезанию расходов вошел как один из предметов управления крупными компаниями, то есть, как правильно срезать расходы. В итоге они срезали, срезали расходы, но это не привело, как вы видите, к результату. Сначала вроде шло хорошо, но потом оказалось, что они настолько срезали расходы, что у них постоянно недофинансирование было новых продуктов. Это сказалось на том, что выручка стала так себе, да, вести себя. И при этом срезание расходов привело все равно к тому, что по итогам 2018 года расходы выросли. Расходы у компании выросли. Давайте просто глянем отчет Крафт Хайнс. Посмотрите, выручка выросла чуть-чуть, буквально так. Зато расходы уже стали нарастать гораздо более серьезным. И гроз профит упал у компании. То есть, выручка выросла, а расходы выросли еще больше, чем выручка. То, о чем они кичились, то, что вошло в книги по истории менеджмента, оказалось полуфикцией. Естественно, народ расстроился. Ко всему прочему, ребята еще и срезали дивиденды, да. То есть, каждый год компания наращивала дивиденды. И бамс, шлеп, срезали с 2,5 до 1,6 миллиарда. Ну, как бы это еще не все. Посмотрите, что расстроило даже господина Баффета. Не забываем, что Баффет является контролирующим здесь акционером вместе с компанией 3G Capital. Смотрите, что они сделали. Они взяли и списали так называемый Goodwill. Goodwill, да. Что Goodwill образуется как раз в момент слияния компаний, как переплата за, ну, как называется, деловую репутацию. Ну, это просто бухгалтерский такой трюк, который подразумевает, что если вы платите больше, чем балансовая стоимость компании, придется, приходится записывать в Goodwill больше денег. Ну, по сути, действительно, они говорят, что это бренды. То есть, они списали 7,2 миллиарда нематериальных активов в виде присоединения двух компаний. То есть, 7,2 миллиарда, которые были как бы переплачены за это слияние, только что выкинули в помойку. Ко всему прочему, они еще списали 8,6 миллиарда так называемых Intangible Assets. То есть, что такое Intangible? Это нематериальные активы. Нематериальные активы – это то, что они вкладывали в свои бренды. То есть, они просто взяли и еще списали 8 лирдов, по сути, в ваши свои капитальные расходы. То есть, то, что они тратили на развитие. То есть, в итоге они списали, сколько получается, 15, 16 миллиардов долларов. Это, по сути, признание, что 16 миллиардов долларов, которые они до этого потратили, потому что деньги были потрачены, это потрачено было впустую. Это все сгорело. 16 миллиардов долларов. Что вы понимали, еще раз, gross profit, то есть, валовая прибыль, 9 миллиардов. Они списали 16 миллиардов. Это что-то невозобразимое. То есть, это подчеркнули, что они не способны, то есть, менеджмент оказался не способен что-либо сделать в компании. Вот. И потом, после этого отчета, естественно, Баффет вышел и сказал, что даже он переплатил за это слияние. Он это понял, осознал. То есть, все покаялись и так далее, и так далее. Ну, у компании достаточно серьезный долг, который нужно снижать. Срезали они дивиденды, там, высвободили 1 миллиард. Но это не так сильно поможет. Поэтому им придется сейчас распродавать, так же, как General Electric, ряд своих брендов продавать. Будем над этим наблюдать. Почему я обратил внимание на Крафт Хайнс? Да, еще раз напоминаю. Так же, как и, соответственно, табачные компании. В табачных компаниях все было гораздо более приятно, честно говоря, с точки зрения фундаментальных показателей. Но упала компания, достаточно крупная. Как я вам сказал, это как Кока-Кола. И хочется, конечно, такую одну компанию иметь у себя в портфеле. При текущих заоблачных ценах на рынках, говорю, мы не можем себе позволить сейчас ничего. Ни Кока-Колу, полумертвую, ни Пепси-Колу, полуживую, ни Юни Ливер не можем. То есть, такие крупные бренды, которые держат, ни Проптер и Гэмбл, ни Джонсон и Джонсон. Мы ничего не можем купить из этого. Проптер и Гэмбл. Почему? Эти компании очень хорошо спасают в период кризисов. То есть, когда рынки рушатся, кто зарабатывает в период кризисов? Макдональдс будет зарабатывать. Проптер и Гэмбл, скорее всего, примерно столько же будет зарабатывать. Джонсон и Джонсон будет зарабатывать. Юни Ливер будет зарабатывать. Посмотрите на Проптер и Гэмбл. В мире как бы крах, а Проптер и Гэмбл, вот берем конец 2018 года, Проптер и Гэмбл был на хаях, его чуть-чуть так приспустили чисто для вида. И тут же он опять новые хаи пошел бить. То есть, это защитные активы. Это защитные. И Крафт Хайнс сейчас испытывает некое давление, да. У него проблемы. То есть, менеджмент не знает, как что сделать. Но если они выплывут, если Крафт Хайнс выплывет, у вас может быть в портфеле очень крутой актив, который в случае чего может выжить в этом мире. Ну, опять же, мы сейчас не бежим покупать Крафт Хайнс. Мы просто берем его на карандашик. И, кстати говоря, через опционы, может быть, тоже в него будем входить. Но сейчас здесь игра очень опасная, очень рискованная, поэтому не хочется вас подталкивать к этому, потому что я сам еще не то, что не решил, буду ли я покупать или не буду покупать. Пока это просто вот у нас на радаре. Что действительно мне вот нравится, хотя это будет, прибыли могут быть под давлением от компании JP Morgan. Я сейчас рассматриваю ее как чуть попозже возможная покупка этой бумаги. JP Morgan относительно недорогой. Все у него чудесно, все хорошо, как-нибудь, когда у нас будет первый квартал, мы его рассмотрим. Просто, опять же, я так помечаю какие-то компании, которые, может быть, в будущем будут покупать, потому что, ну, опять же, все дорого, покупать нечего, нечего. Ну и вспомним, конечно же, Филипп Моррис, который тут вырос у нас минимума 2019 года на 40%. Сейчас они выплатили дивиденд. Кстати говоря, Филипп Моррис платит последний квартал дивиденд в 1 доллар 14 центов. Следующий уже квартальный дивиденд, скорее всего, будет 1 доллар 20. Зажмем пальчики. То есть дивиденды будут расти и дальше. Все здесь чудесно. Ну и отстает Альтри. Альтри отстает немножко. Не знаю почему, ну, точнее, я знаю, догадываюсь почему. Потому что долг у них увеличился, потому что... Но у них больше перспектив, потому что они купили марихуану производителя. И теперь новая компания Jules, она у них теперь в портфеле. А это, по сути, можно сказать, то же самое, что марихуана. Потому что они подсаживают на более высокие никотиновые вот эти штуки, которые вейпы. Мы же в прошлый раз это разбирали. Но здесь тоже все хорошо. Если вы успели купить эти компании, когда они испытывали некую слабость, то все чудесно. Наверняка многие из вас кусают локти, что купили слишком мало. И вот такими будущими компаниями могут стать вот Крафф Хайнс. Поэтому будем следить. Не ходите на IPO. Ну, IPO это чисто, на мой взгляд, вообще казиношная тема. Поэтому будьте здесь аккуратны. С вами был Дмитрий Черемушкин. Будем выходить чаще. В этот год, 2019-й, мы максимально сосредоточимся над тем, чтобы предоставлять для вас больше информации по зарубежным рынкам. Российский рынок стал для нас маленьким. Пора выходить в мир. Все. Всем пока. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok